Здарова пацаны, с вами я Бесик, сегодня находимся на проекте NextRP и ребят, сегодня у нас будет очень интересный ролик, так как сегодня вместе с вами я решил грабить инкассаторов на проекте NextRP, из этого получится реально что-то годное, так как пацаны, специально для вас я просёк всю функцию грабежа на NextRP и теперь я знаю зачем и как нужно грабить, из этого получится реально что-то годное, так что пацаны, прожимайте свои царские лайки, подписывайтесь на мой канал, 500 лайков и для вас выпускается новая безбашенная серия, также пацаны, если на данном видеоролике набирается 1000 лайков, то я просто беру и сливаю в гос вот этот роллс-ройс, пацаны, так что набивайте свои царские лайки, просто 1000 лайков и я просто беру роллс-ройс в гос сливаю, это будет очень жёстко, так что пацаны, поднажимайте, короче, смотрите, какой у нас сейчас план действий, сейчас мы направляемся за оружием для того, чтобы у нас благополучно грабить наших инкассаторов, естественно, нам для этого нужны оружия, я сейчас пока что не знаю, что я буду покупать, но я скорее всего буду покупать либо MP5, либо калаш, ну, в принципе, как всегда это происходит, скорее всего, всё-таки калаш, так как, если я не ошибаюсь, у него урон по машинам, по игрокам больше и нам он больше подходит, пацаны, напишите в комментариях вообще, какое оружие вы бы купили на ограбление, но, честно говоря, для меня больше подходит калаш, не знаю почему, пацаны, но он как-то более устойчивее, что ли, типа, не знаю, постоянно все берут калаш и я такой, типа, ну, скорее всего, калаш лучше, короче, мы уже подъехали, вот тут у нас находится наш торговец, у меня персонаж, как всегда, не бежит, и тут у нас мы закупаемся нашими оружиями, так, сейчас мы к нему подбежим, всё происходит очень долго, так, и, короче, сейчас посмотрим, что у нас тут продаётся, да, тут есть калаши, тут есть МП-5, давайте, скорее всего, возьмём 5 штук калашей, мне кажется, нам их 100% хватит, да, в принципе, всё, пацаны, я их купил, на это ушло 318 тысяч, если я не ошибаюсь, я, честно говоря, уже подзабыл, и, короче, у нас имеется 5 калашей, да, пацаны, сейчас будет навозиться прям жёсткая движуха, сейчас мы посмотрим вообще на реакцию вот этих вот инкассаторов, так как их очень бесят эти ограбления, и смотрите, что нам сейчас для этого нужно сделать, нам нужно зайти в услуги и скрытие ника, скрываем свой никнейм, и также я хочу сменить ник на Олег-бандит, пацаны, естественно, Олег-череза, потому что это такой вот рофл, ну, типа, Олег, Олег, всё ясно, короче, этот никнейм не занят, в принципе, мы благополучно его покупаем, и сейчас, пацаны, мы уже направляемся на поиски наших инкассаторов, но для начала, пацаны, я хочу попробовать ограбить какого-нибудь простого игрока на машине, и посмотреть вообще, каким образом он отреагирует, и после этого мы уже поедем грабить наших инкассаторов, пацаны, по-братски, прожимайте свои царские лайки, подписывайтесь на мой канал, специально для вас я снимаю эту серию, для того, чтобы вы посмотрели, вам она понравилась, вы прожали свои царские лайки, ребят, вам не сложно, мне будет очень сильно приятно, вам приятно смотреть мои видеоролики, мне приятно смотреть на вашу активность, пацаны, в виде лайков, просмотров, мне реально это очень приятно, и скоро у нас на канале уже 17 тысяч подписчиков, это очень круто, и также, пацаны, В данном видеоролике я хочу разыграть для вас премиум аккаунт, всё, что вам нужно, это подписаться на мой каналчик, поставить лайк и в данном видеоролике найти буквы, составить из них слово и написать его в комментариях. У каждого есть шанс выиграть. Также победителя с предыдущего розыгрыша я укажу в конце данного видеоролика, так что, братик, досматривай данный видеоролик до конца, возможно, именно ты выиграл у нас премку. Короче, пацаны, сейчас нам нужно найти какую-то машину с обычным человеком и попробовать его ограбить, вообще, каким образом он отреагирует. Мне вот интересно сравнить, типа, каким образом будут реагировать обычные гражданские и каким образом будут реагировать реальные инкассаторы. Вот инкассаторам это очень плохо, когда их грабят, то есть они просто-напросто теряют всю выручку и, честно говоря, я пока что никого не вижу. Это очень странно, то, что на NextRP Online под 700 человек и никого нету. Так, в принципе, я вот вижу челиков на ОК, и сейчас мы попросим их остановиться. Пацаны, пацаны, остановитесь, пожалуйста, пацаны. Ну-ка, 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 я надеюсь, они остановятся. Пацаны, остановитесь, пожалуйста. Ммм, им пофигу, походу, они просто взяли, они просто взяли, врезались в столб. Здорово, пацаны. Да, здорово, здорово. Короче, у меня такая проблема. Короче, смотрите, мне вы очень понравились, короче, но не в этом суть. Смотрите, я, короче, местный бандит, вот, я отбираю деньги. Короче, у вас не будет там тысяч пять? Мне просто Rolls-Royce заправить надо. Если вы будете рыпаться, пацаны, я вас застрелю просто. Не будет? Прям вообще не будет. Ты наш уровень видишь? Да-да-да, вижу. А, то есть у вас нету, да? Нет, нет. А, ну хорошо, хорошо, давайте тогда удачи. Пацаны, они, честно говоря, в афиге, скорее всего. Не, ну да, это была ошибка нападать на таких вот людей на оке, и проблема в том, что у одного третий уровень, у второго пятый, пацаны. И то есть проблема в том, что я не могу им перевести деньги. Деньги переводить игроку можно с шестого уровня, если я не ошибаюсь. Короче, я сейчас вижу вот этих вот наших инкассаторов, и сейчас мы за ними просто вот так вот поездим, последим. Но они едут на рабочее место, в этом-то и проблема. Нам сейчас нужно найти инкассаторов, которые будут ехать наоборот, от работы куда-либо, чтобы как раз-таки вот их пересечь, пацаны, и ограбить. Смотрите, каким образом это всё происходит, сейчас я вам расскажу. Так, 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 походу они у нас никуда не едут. Да, нам, скорее всего, нужно ловить их именно где-то вот тут вот, если я не ошибаюсь. Смотрите, в чём прикол. Короче, пацаны, мне рассказали такую тему подписчики, написали прям в комментариях, то, что инкассаторов нужно ловить там, где они собирают деньги. То есть, выловить вот этого человека, который собирает деньги, убить его, и мне выпадет мешок с деньгами, и после в клане его можно будет отменять на настоящие деньги. Понимаете? Это очень круто, пацаны. И ко мне какой-то пацан просто докопался. Ладно, сейчас мы попробуем подождать. Какую маму, ёпт? А ты тата, Мау? А брата, Мау? Мау? Ну всё, Мау. Ясно, понятно, короче. Нет. Админ, да. Меня уже за админа считают. Ага, конечно. Короче, мы сейчас посмотрим вообще, где они у нас находятся. Но, пацаны, я чё-то не понимаю. Типа, когда я без записи езжу, их тут очень много. Когда я езжу с записью, их просто нету. Типа, куда вы все деваетесь? Напишите, инкассаторы, пожалуйста, в комментариях. Типа, вы надо мной рафлена ловите или чё? Короче, можно подождать где-то вот тут, именно на этом перекрёстке. Потому что они постоянно именно вот тут вот проезжают, пацаны. И я думаю, именно тут их можно будет отследить. Короче, пацаны, я вижу машину инкассаторов. Она направляется в нашу сторону. И сейчас мы попробуем их ограбить. Смотрите, мы сейчас будем просто ехать за ними. Да, это те люди, которые подъезжали как раз-таки к этой инкассаторской базе. И сейчас мы будем просто за ними ехать. Вообще, посмотрим на их реакцию, как они отреагируют. То, что мы за ними просто едем. И потом уже мы попробуем их приплюснуть. Я, честно говоря, не знаю, куда они сейчас направляются. Но мы будем ехать за ними до конца. Вот просто до конца доедем. Где они будут собирать эти деньги, я просто возьму и убью этого человека. И мы посмотрим вообще, сколько выручки мы получим. И они куда-то у нас направляются. Видимо, куда-то сюда. Да, походу, куда-то сюда. Смотрите, короче, вот этот чел, который у нас берет и собирает деньги. И сейчас... Вот, он бежит с каким-то рюкзаком. Да, пацаны, это деньги. И нам, получается, нужно будет убить именно этого челика. И посмотреть вообще, что из этого выйдет. Смотрите, короче, сейчас мы пробуем как-то, получается, пересечь. Им машину? Нет, стоп. Получилось так, что они быстрее, чем я. Просто взяли и забрали эти деньги. Короче, я понял вообще систему. Типа, они забирают деньги и бегут до машины. Короче, сейчас, ребят, мы будем действовать. То есть, сейчас я еду за ними. И мы будем просто действовать. Они, скорее всего, понимают, что что-то тут уже неладное. За ними едет белый Rolls-Royce. Кстати, я взял именно Rolls-Royce, потому что он более-менее агрессивный, пацаны. Да, он, конечно, не чёрный. Типа, бандитские тачки всегда чёрные. Но я взял белый Rolls-Royce. Кстати, что вы думаете вообще насчёт этого ролика, пацаны? Нравится вам ограбление или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А, они ещё по полям срезают. Ну, нормально, короче, мы за ними поедем. Да, они, скорее всего, в афиге просто. То, что за ними едет какой-то чел. И давайте я немного заправлю Rolls-Royce. Потому что у нас, как вы видите, не очень-то и много бензина. Так, они куда-то едут в сторону работы автомехаников. Типа, я фиг знает зачем. Но мы поедем за ними. Я не знаю, ребят, вообще, по каким маршрутам они именно работают. И они свернули у нас налево. Хорошо, хорошо. Мы едем просто за ними. Я ничего не говорю. И еду за ними. Мне сейчас интересно будет, куда они вообще подъедут. Типа, чем они будут заниматься. И почему только один чел, получается, ходит за этими деньгами. По факту, один должен идти, второй должен охранять. Постоянно так происходит. Но почему-то один всего лишь ходит. Типа, они, скорее всего, какие-то бесстрашные, пацаны. Но мы сейчас покажем им, что такое реальный страх. И, пацаны, сейчас я, скорее всего, перегражду им путь. Начну стрелять. И они начнут стрелять именно по мне, пацаны. Это будет очень жёстко. Мне сейчас интересно, что они там вообще говорят. Да, они, походу, про меня что-то говорят. Но они говорят что-то про дорогу. Мне, конечно, интересно, что они говорят. Но я ни хера не слышу. Вот. Так. Они начинают стрелять, пацаны, по мне. Если я не ошибаюсь, они просто начинают стрелять по мне. Хули тебе надо? В смысле? Я просто смотрю, как работаете. Пацаны, они говорят, что тебе надо. Тачка да. Крутая. Так, сейчас посмотрим вообще, чем они будут заниматься. Но они, пацаны, куда-то побежали. И у них нету вот этих вот сумок на плечах. Ну, то есть, вот этих рюкзаков с деньгами. Получается, они сейчас бегут сюда. И он взял этот как раз-таки рюкзак, если я не ошибаюсь. Да, он его взял. Да, пацаны, мы начинаем просто шмалять по нему. И они, походу, никак не реагируют на это. Хорошо, пацаны. Они объявили, походу, войну. И мы сейчас будем ехать просто за ними. Так. Так, так, так. Я сейчас попробую прострелить им колеса, пацаны. Это у нас будет очень жесткая бойня. И я не понял, куда они поехали. Угу. Они, походу, сейчас по гаражам просто за мной поедут. Нет, от меня, точнее, поедут. Все, я вижу, куда они поехали. Короче, пацаны. Сейчас будет срабатывать такой план. То, что мы будем ехать за ними. И будем играбить. Уже нормально играбить. Я не понял. Типа, у меня сейчас был огромный шанс, типа, их ограбить. Но я его, походу, просрал. Да, они стреляют по мне. Но у них не получается. Угу. У них не получается. Они просто берут и таранят свою машину. Угу. Угу. Нормально. Давайте попробуем их подрезать. Через 50 секунд. Через 50 секунд? Что-то, пацаны, сорян, то, что я их подрезаю, просто беру. Но так нужно. Так реально нужно. Угу. Угу. Я не понимаю, куда они едут, честно говоря. И будут ли они собирать деньги еще или нет. Типа, вот в чем вопрос. Так. Так, так, так. Так, они пытались меня сейчас надурить. Но у них не получится, к сожалению. Я не знаю, куда они едут. Как мне их нормально ограбить. Но, пацаны, в принципе, у нас уже наводится какая-то суета, какая-то движуха. Вот. Сейчас я попробую еще раз их подрезать. Так. И посмотрим вообще, как они отреагируют. Стоп. Я их сейчас подрезал. Угу. Угу. Хорошо. Они начинают по мне стрелять. Угу. Они мне пробили колесо. Нормально, нормально, пацаны. Уже какой-то движняк происходит. Окей. Окей. Сейчас мы продолжаем дальше их... Подрезать? Конечно же говорю, блядь. Подрезать? Они говорят что-то про меня. Хорошо. Пацаны, нам сейчас нужно подумать, типа, каким образом нам их пересечь. Типа, чтобы они остановились и уже пробовать их ограбить. Мм. Я не знаю, честно говоря, каким образом. Но мне уже прострелили колесо. И, типа, куда они едут. Пацаны, они по мне стреляют. Мм. Нет, блин. Они по мне стреляют. Сука, еблан, блядь. Угу. Белов, ты что ли, или нет? Белов, ты? Они говорят то, что я какой-то Белов. Я не знаю, кто такой Белов. А, сори, но цори, мэн. Тормозить. Как он меня заебал, блядь. На туре с... Пацаны, они, короче, бомбят просто берут. Бомбят. Мм, ну хорошо. Типа, нас это не останавливает. И мы пытаемся их подрезать дальше. Мм. За мной просто едет какой-то чел и пытается меня сломать. Но у него не выйдет. У него просто не выйдет. Я его тоже сейчас начну резать. И он пытается меня на вести догнать. Мне что-то смешно, пацаны. Типа, Rolls-Royce догнать на вести. Мм. Нормально, нормальная тема. Но, пацаны, сейчас мы будем использовать этот план, чтобы их уже до конца добить. Окончательно прям добить. Если мы их упустим, типа, они сейчас поедут уже на сбор. То есть, на выгрузку. Вот. То мы их просрём и попробуем убить вон того вон челика. Потому что, реально, он меня уже бесит. То есть, он им просто берёт помогать. В какой-то ситуации, в каком-то случае, это и хорошо, то, что он им помогает. А в каком-то случае, нет. Так. Так-так-так, они просто проехали через машину. Мм. Нормально. Нормально-нормально. Они перевернулись. Окей. Окей. Окей, уби. И они как-то перевернулись обратно и поехали дальше. Ммм. Хорошо. Хорошо. Тот пацан, походу, потерял нас из-за поля зрения. Но я их пока что не теряю. Я не понимаю, что у нас вообще за тёрки сейчас происходят, пацаны. Ммм. Они пытаются меня каким-то образом надурить или что-то типа того. Но сейчас я попробую просто подрезать. Ещё разок. Нет. У нас не... Они заезжают на какой-то пост? Угу. Давай я сделаю... Давай, давай, давай я просто так сделаю и всё. В чём проблема? Да, пожалуйста, не надо. Сколько вам платят? Сколько вам платят за это? Блядь, свой, что ты? Ты ещё и так миллион вьюбал. Сколько вам платят за это? Просто скажите. Вот за рейс. Мне сорок. Сорок? Сейчас, подождите. Вот просто стойте, я не буду трогать. Нет, просто стойте, я не буду трогать. Короче, пацаны, давайте я им переведу по тридцатке. Да нихуя, блядь. Я им хотел, короче, пацаны, перевести по тридцатке. Я перевёл только Юсуфу. Но они просто взяли и уехали от меня. Мг, хорошо. От души. Я вам хотел всем перевести, чё ты уезжаешь? Подождите. Да погоди. Всё, я всем перевёл, короче, пацаны, на канале Бестикся увидите. Вот. Давайте. Давайте, удачи. Пацаны, в принципе, у нас получилась довольно интересная серия. Пацаны, конечно, пересрались знатно. То, что они сейчас просто потеряют рейс. Но, в принципе, я передал им по тридцать тысяч. И всем всё понравилось, я надеюсь. Но, пацаны, извините, реально, если я вам чем-то помешал. Но, в принципе, вы заработали лаве. Пацаны, вот такая серия у нас получилась. Я надеюсь, она вам понравилась. Также победителем с прошлого розыгрыша у нас становится вот этот вот челик. Пиши мне в указ доказательствами, чтобы получить свой приз. Но с вами был Бестик, пацаны. Всем удачи и всем пока-пока.